Раймером Вернером Фассбиндером, Ларсом Фон Триером, Вернером Ферциком и множеством других мировых режиссеров. А так и снятся в знаковых фильмах нескольких поколений. Образы, созданные им на экране, стали эталонами типажей, предметами многих культурологических исследований. На нашем фестивале он также представляет фильм «Раскрашенная птица» в специальной программе «Кино сверхреальности». Внимание! Актер Уда! Кир! Буквально несколько слов. Здесь действительно привели уникальные фамилии, у которых режиссеров, которых снимал Сауда Кир. Количество фильмов и... И, вы знаете, я впервые сегодня лично познакомился Сауда. И все-таки удивительное дело, когда человек талантлив, когда он обладает какой-то поразительной человеческой энергией, причем положительной. Как он удивительно сегодня на пресс-конференции просто не только завел всех, а сразу влюбил себя. И это качество не просто актера, а большого человека, талантливого, удивительного. И я просто рад, что на нашем фестивале, на открытии нашего фестиваля стоит, и мы вручаем этот приз потрясающему актеру Уда Керу. Спасибо. 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 Продолжение следует... Какой у вас красивый город, друзья мои. Я первый раз в Санкт-Петербурге, только вчера прилетел. Какая архитектура! Я очень хочу посетить музей-квартиру Достоевского, ну и, конечно, Эрмитаж. Когда я вернусь домой, обратно в Лос-Анджелесе, расскажу о том, что здесь видел, мне кажется, мне не поверят. Мне кажется, что здесь был праздник, который был праздником, который был праздником, который был праздником. Потому что вы увидели фильмы, вы никогда не могли видеть кого-то. Вы не могли видеть их в Канн или Вене. Они слишком большие. Они идут на коммерческие сети, это рынок. Но фестиваль, как я видел, я видел каталог этого фестиваля. Спасибо большое за приглашение, господин учитель. Я только что приехал из Венеции, до этого был в Каннах на фестивале. Я совершенно говорю это не для того, чтобы сделать себе рекламу. Мы получили в Каннах из рук председателя жюри, из Нарихо, приз за тот бразильский фильм, который мы там представляем. Но я стою здесь, на сцене 29-го послания к человеку. И вы знаете, этот Санкт-Петербургский фестиваль, он, конечно, неизвестен в мире так, как известен Берлинский. Как известен фестиваль в Каннах. Но мое сердце, как человека, принадлежит именно таким фестивалям. А знаете почему? Потому что эти большие фестивали, они при рекламе, у них другая программа. А то, что вы увидите здесь, вы нигде в другом месте не увидите. Здесь я посмотрел каталог фильмов гораздо ниже бюджета, конечно, но может быть, гораздо выше таланта. И я вижу студентов в участниках, я вижу студентов в жюри. И я так говорю не потому, что я уже довольно-таки старый человек. Смотрите, эта статуэтка выглядит в точности как я в молодости. Очень в стиле Жанна Коктон. Спасибо большое. И, как я уже говорил, «Грейтсити» и, как Арнольд Шварценеггер сказал, «Я вернусь». Благодарю вас за нашим гостям, Христа Удэк. Я хочу попросить вас, чтобы вы меня поддержали, поскольку я надеюсь, что Удэкер полюбит не только Эрмитаж, наш город и все достопримечательности, а все-таки наш фестиваль. И я приглашаю его на наш юбилейный 30-й фестиваль в любом качестве. Надеюсь, он согласится. А мы ему давайте аплодисменты. Как я говорю, «Я вернусь». Как я вернусь? Обязательно вернусь. Мы просим вас остаться на сцене. Кто-нибудь святое зло. Вот это да, вот это память. На сцене остаются все звезды 29-го фестиваля «Послание к человеку». Между прочим, 15 сентября в рамках программы «Кино сверхреальности» Удэкер представит гостям фестиваля «Послание к человеку» фильм «Раскрашенная птица», снятый по роману польско-американского писателя Ежи Косинского. А российская премьера картины и встреча с Удэкером уже завтра, 15 сентября по 17.00. И на центре автора. Ждем вас, дорогие друзья, или, как говорят, наверное, на родине актера Мейкорда. Ну а сейчас на сцену приглашается почетный президент Международного кинофестиваля «Послание к человеку» кинорежиссер Михаил Литвиков. Мы приглашаем председателя Международного жюри 29-го кинофестиваля «Послание к человеку», голландскую актрису, лауреата национальных и перенародных наградах, обладательницей Европейской кинопремии за лучшую женскую роль второго плана за дебют в фильме «Исчезновение» Юхану Терстехе. А также мы приглашаем подняться на эту сцену дебютера по коммуникации, связям с общественностью группы «ИЛИМ» Валентину Суфьянову. А вот теперь всему этому звездному составу от вас, дорогие гости и зрители, требуется определенная порция аплодисментов. Давайте сделаем это! Мы готовы сказать самые главные слова сегодня и хотим, чтобы вы тоже к ним присоединились. Каждый на своем языке может поддержать эту историю. Мы будем говорить довольно, произносить довольно известную фразу, сакраментальную фразу, и вы знаете, чем она заканчивается. Так как в Петербурге всегда много гостей, в том числе и иностранцев, мы хотим, чтобы все вы прокричали ее вместе с нами, вместе с нашими гостями и основателями фестиваля. Каждый на своем языке. Договорились? Да! А погромче можно? Да! А еще погромче! Да! Ай! Окей! Дамы и господа, разрешите 29-й международный кинофестиваль «Послание к человеку» считать открыто! Да-да! Ау-ка-ка-ка-ка-ка! Ау-ка-ка-ка-ка! Ау-ка-ка! Ау-ка-ка-ка-ка-ка! Ау-ка-ка-ка!